Логотип РДВ В сторону нас ждет полный апофеоз, стулья, стулья, столы, лампочки. Короче, все очень уютно. А вот этот торшер я уже где-то видела. Даже скажу, где в программе у Ильи Гастаевой Лего Го. Он немножко другого цвета. Здесь он опять-таки синий и желтый. Короче говоря, можно присесть, отдохнуть, подождать своей встречи со звездой. В данном случае я буду встречаться с Катечкой Нобиковой. Сейчас поеду к ней в студию. Итак, друзья мои, Корсар на РДВ. Это, насколько я понимаю, гости из города Нижний Новгород. В такой программе 1-21 на РДВ. Итак, еще раз. Корсар, волшебная флейта, композиция называлась. К сожалению, я ее не очень услышала, потому что... Ну, это я такую сносочку для слушателей сейчас в телевидении меня снимает. Ну, вот это не важно. 261-2893 у вас, любимые слушатели РДВ, есть возможность дозвониться и проголосовать за эту композицию. То есть, ответить на вопрос, достойна ли она 21 века. И я кому-то говорю, Аллен. Алло. Здрасте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Отлично, Алексей. Итак, Корсар у нас прозвучал на РДВ, волшебная флейта. Достойна ли композиция 21 века? Да просто замечательная композиция. Конечно же, она достойна 21 века. Ну, молодец. Алексей, да? Да, да. Молодец. Вот здесь все с полки пирожок или даже, может быть, с шоколадку. Ваш голос, Алексей, будет все непременно зачитан. Для всех остальных продолжайте активнейшее голосование по... Ну, допустим, по факсу. Вот так вот. Все, конечно, люди стоят. На всех есть факсы 267, 18, 24. Ну, там по остальному по пейджеру и по вот это страшное для меня понятие имейл. Ну, это же все-все, все наши адреса все известны. Все, подсчет голосов продолжается. Напоминаю, 1-е 21-е на РДВ. Это когда на всех остальных радиостанциях. Только вообще непонятно, когда. А на РДВ уже сегодня. Вот потому что как. Радиостанция РДВ к самой популярной ведущей, которую зовут Катечка Новикова. Вот она, любите ее и... Как правильно сказать? Жалуйте. 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 Я хотела сказать, жалованье. Большим жалованием. Жалованье, жалованье, да. Жалуйте большим жалованием. А что, есть какие-то проблемы? Я всегда говорю, что... И всегда хочется больше. Вот да. Никогда нельзя быть слишком худой и иметь слишком много денег. Я так понимаю. Вот так я мыслю. На самом деле у меня сегодня тоже праздник. Видите ли, пришли великие деятели телевизионных искусств. Канал В6, программа Радио Хит, снимает свой репортаж на РДВ. Вот. Меня по телевизору. На самом деле это у нас великий праздник. Это мы, какая-то программа Радио Хит, как у нас В6 пришли друг к другу. Скажи мне, Катечка, вот как ты вообще относишься к съемкам? Любишь ты это дело? Ненавижу! Почему? Ну, потому что, мне кажется, что для слушателя любой ведущий на радио должен оставаться загадкой. Дабы, ну, какие-то разочарования не происходили. Потом, подчас, вот имидж, не будем бояться этого страшного слова, он различается как бы в эфире и в жизни. То есть люди могут... А народ, слушатели, они же не понимают абсолютно этого. То есть у них как бы происходит, как вот если актер сыграл плохую роль, да, значит он в жизни подлец. Если он там хороший пионер, значит он хороший человек в жизни. Ну, в общем, вот так, и поэтому съемки я не люблю. А люблю я съемки когда? Когда приходит стилист, когда приходит визажист, морду красят тебе. Да-да-да, все так вокруг тебя тиндер-тиндер. Ты там еще... Шикой, ты нос тебе лаком, ты начинаешь чихать. Вот это я люблю, вот такие съемки, вот. Аналогия такой произвести. Знаешь, тогда можно кино ведь тоже не снимать, читать книги, потому что всегда, когда читаешь книгу, да, у тебя возникает какой-то образ. Если читать книги, то только с картинкой. И крупным шрифтом, чтобы... Нет, он, как Тима говорит, посмотришь кино и разочаруешься. А, знаешь, вот люди слушают радио, а хочется же увидеть, понимаешь? Вот мне всегда хочется увидеть. В которых разочароваться нельзя. Вот, например, больная тема Киану Ривз, которая мне очень нравится. Ой, вот чтобы каждое кино было с Киану Ривзом, да? Это твой кумир? Ну, нравится он мне. То есть вот этот вот идеал мужчины. Подожди, она пошла, сейчас мы вернемся. Слушала, слушала. Мне захотелось так выдохнуть, когда я закончила говорить. Скажи мне, а ты готовишься к эфиру? Нет, такой потрясающий темп, просто как будто бы у тебя пятки горят, и там стоит плита такая горячая. Объясняю. Начальству маму ничего не говорить. Я к эфиру не готовлюсь. Хотя надо готовиться. У нас, допустим, есть ведущий, вот, который он репетирует каждый свой выход. К нему как не зайдешь... А кто это? Это не ну есть такое. Нет, ну что скажи. Нет, я не могу сказать, а вдруг человек обидится. Вы интриговала. Нет, я так не могу, нет. Ой, может, мама. Катя, сейчас что-то случилось. Спасибо, я знаю. Спасибо, я знаю. Все, ничего страшного не произошло? Нет, нет. Вот, ну, вот, знаешь, народ подумает, что я легкомысно отношусь к работе. На самом деле я переживаю, как никто. То есть просто у меня все, если... Это не волнуйся, все нормально. Если что, ты слазь нас. Скажи, приехала... Вообще, на самом деле, к аппаратуре вот таких, как я, вот, к электричеству подпускать вообще нельзя. То есть гнать их прям. Вот, так я про этого ведущего, вот, коллега. Нет, на самом деле я его очень люблю, но человек, вот это я понимаю, работник. Я говорю, к нему как не зайдешь, он репетирует. У него все выходы записаны. Вот. А я нет. Я даже вот, вот, ой, большой. Все по бумажке. Ну вот если нет, вот, допустим, игра, я не могу какие-то вещи запомнить. У меня с памятью проблемы. Я запоминаю хорошо, вспоминаю с трудом. Она опять уходит в эфирное пространство, мы продолжим ровно через несколько минут. Ты сама себе создала вот такой имидж, да, жутко спешащей, да, деловой такой женщины, да, которая, да я даже не мог сказать, что и как-то вот, как вечно, вечно говорливый и молодой. Если я правильно выразилась. Ну, ну, вот как она создалась-то? По жизни такая? Ты все время, как бы, вот в таком темпе живешь? Или это только, как бы, в эфирном пространстве ты перевоплощаешься в такую девушу? Ну, в жизни я просто китургеневская флегма. Так, ну, как ты создала себе такой имидж? Не знаю, вот как-то вот у меня так получилось. Я когда вот вижу что-то вот зажженный вот огонек, который говорит о том, что микрофон включен, все. Меня прямо вот... Несет, понесло. Да, вот потом я... А потом я грущу, да. Ты что? А пожить, а как я молчать могу? Тоже все, значит, друзья молчали. Как она молчит? Скажи мне, а давай вспомни, как давно это все произошло, твое знакомство с Традио Станцией, с Пульдой, с Семьей? Только не живут, я даже вспоминать это не хочу вообще. Нет, ты не называй мне там даты, год, там, числа мы не будем вообще. Но, в принципе, как вообще это давно? Очень давно? Давно, да. Очень-очень давно? Прям, считай, есть РДВ, есть Катчик и Нойка. Вот прям... Но это была первая точка отсчета? Да, у меня больше... Я предана, я предана. То есть вот... Да, я прямо... И никуда, и даже не мыслю, даже вот прям... А ты сразу вышла в эфир, сразу стала ведущей или было что-то... Да. Да, у нас даже сначала была старая аппаратура и был звукорежиссер, который вот фишки двигал, а я только выступала в микрофон, вот. А потом мне сказали, все, хорош, давай уже... Отпустили тебя, которую нельзя подпускать ко всем электрическим приборам.